Пару дней назад мы открыли одного из представителей линейки смартфонов от компании микромакс сегодня эта новинка которая достаточно недавно вышла на рынок это новое видео на канале гаджет мани мы начинаем распаковывать микромакс канвас джаз а один смартфон действительно тоже с посредственными характеристиками с точно такими же как и на предыдущей версии смартфона которую видите ли увидели у нас на канале но есть две существенные особенности во-первых батарейка 4000 миллиампер час во вторых улучшена задняя основная камера с 5 на 8 мегапикселей фронтальная все также на 2 мегапикселя в общем смартфон с повышенной батарейкой все те же технические характеристики аббревиатура модели q4251 ну что ж давайте посмотрим опять же все новое в распаковке вы видели сейчас всплывет буковка а если не видели посмотрите так скальпель в сторонку открываем и смотрим что у нас в этот раз коробочки в этот раз должно быть золотистого цвета нет не откроем потому что у нас смартфончик то новый пломбы стоят все таки друзья тот смартфон установил пару приложений соответственно он конечно же немножко начал подписать но опять же для того той ценовой категории 5 990 рублей нормально это стоит этот смартфон стоит ровно на 2000 рублей больше то соответственно 7990 рублей опять же для тех кто хочет просто взять и купить с гарантией официальный год и кому симпатизирует смартфон от компании микромакс хотите покупайте хотите не покупайте что в комплекте оригинальное зарядное устройство давайте посмотрим силу тока мы здесь ее можем посмотреть 5 вольт 2 ампера быстрой зарядки здесь конечно же нет абсолютно точно такой же кабелечек и точно такая же неплохая для первого времени гарнитурка тоже будет вся новая сам смартфон опять же выглядит вот таким вот образом уже запоминающийся нам оранжевый цвет здесь непосредственно тона пересекаются с компанией valley fox у них тоже любят оранжевый цвет здесь вот компания микромакс решила пойти на такие уступки может быть по узнаваемости может быть как-то обратить на себя внимание опять же смотрите на этой этикетке написано что здесь очень мощный аккумулятор ну что ж достаем вам смартфон без всяких прелюдий здесь вы увидите что у нас дополнительно есть дополнительно есть все мануалы и пленочка на экран это очень очень хорошо потому что найти пленочек невозможно а стеклышек на официальном сайте компании микромакс непосредственно под ту модель не было может быть под эту есть ну что ж здесь мы за 7990 рублей получаем уже такое устройство с заявкой на среднюю бюджетность но мне немного не понятен вот этот эндвич это задняя крышка или это так сделано сразу сразу бросается тактильно руки в глаза то есть я ощущаю что здесь как будто бы вот этот экранчик он отдельно просто так приклеен а вот это вот задняя крышка она съемная давайте посмотрим съемная ли она может быть она действительно съемная куда здесь вставляются сим-карты сим-карты я пока не знаю куда вставляются но крышечка по суде по всему съемная сейчас я не буду все это производить приятный такой розово-золотой цвет есть конечно же основная камера которая изменилась на 8 мегапикселей значочек компании микромакс логотип переделал сейчас дисплей вот эта вся окантовочка на немножко такая проединенная это металл это пластик в руке лежит отлично опять же те же 5 дюймов я считаю что это идеальная диагональ дисплея хотелось бы конечно побольше но 5 дюймов 5,2 вот так вот очень хорошо решеточка под динамик сейчас мы смартфон включим спереди точнее сверху у нас три с половиной снизу зарядка micro usb снимаем наклейку и перед нами эти дюймовый hd экран всевозможные датчики передняя камера здесь вот такой вот бородок на нем ничего нету пытаемся включить смартфон я надеюсь он заряжен до заряжается включается ну что друзья опять же пишите в комментариях имеет ли право на существование такие смартфоны или же все-таки нам стоит тупо заказывать те же сяоми мэйзу имеет ли право компании производящие торгующий смартфоном в российской рознице давать нам скажем так вот такие вот достаточно посредственные технические характеристики за достаточно непосредственные денежные средства но я считаю мое мнение такое смартфоны имеют право на существование но надо задуматься просто над одним ставьте вы оперативно китайцы победили рынок только в одном они поставили на слабое железо относительно слабое железо достаточно оперативной памяти сейчас будет монтаж вы быстро это все увидите так смартфон настроился все достаточно быстро действительно никаких внешних изменений экран точно такой же принципе за эти деньги достаточно хорошие углы обзора я все-таки не могу понять крышка скорее всего съемная но как ее снимать а вот так и снимать я все-таки вам покажу как есть не больная она прикольная но не снимается аккумулятор на 4000 миллиампер час есть слоты под сим-карты конечно же слот под карту памяти не снимать не снимать чтобы сохранилась гарантия ну и тут основной модуль камеры крышечка у нас действительно металлическая очень тонкий слой металла он такой же наверное по толщине как xiaomi 3s 3 3s и здесь непосредственно пластиковая такая водка скажем так пластиковая снова немножко непонятно почему конструкция крышки имеет такие вот так элементы почему здесь присутствует вот такой прорезиненный материальчик вставили сим-карты закрыли и никто никогда не догадается что у вас крышка съемная потому что на изгиб принципе абсолютно для своей ценовой категории не гнется не скрипит и не люптит чувствуется прохлада металла здесь опять же те же самые технические характеристики тот же самый процессор тот же самый один гигабайт оперативной памяти друзья если вы представитель компании микромакс пожалуйста ну просто добавьте вы еще один хотя бы два 2017 год на дворе уже практически середина года нельзя производить смартфоны с одним гигабайтом оперативной памяти потому что все современные операционные системы бы вы сюда не поставили но а здесь соответственно android они уже не могут справляться со своим быстродействием с одним гигабайтом оперативной памяти что у нас здесь android 601 микромакс q4251 обновление по воздуху прошивочка ну а я да немножко перерисовано то есть дополнительные какие-то приложения в виде реальных игр все здесь сносится никаких здесь проблем с этим не возникнет опять же ставите какой угодно вам лаунчер и пользуйтесь смартфоном кому могу порекомендовать опять же первое знакомство с android смартфонами может быть школьником может быть людям которым нужно на звонилка на две сим-карты достаточно хорошая батарейка потому что смартфон на 4000 миллиампер час батарейкой будет держаться как минимум два дня в режиме скажем так средней нагрузки или до 5-7 дней если вы использовать будете как звонилку иногда выходить в интернет по внешним опять же на правой грани у нас оп не защелкнулась на правой грани у нас вот такие вот кнопочки включения выключения все да на левой грани у нас ничего нету лотка под симку нет потому что разборная крышечка да немножко непривычно мне вот это вот сочетание то есть вот этот вот кантик он я даже не знаю пластиковый или металлический и все это пластик со временем он обводка это даст какие-то конечно же пошарпывания но опять же все это дело вкусовщины кому-то нравится кому-то не нравится два-три года назад мы пищали вот таких рамок дисплея больше тут сказать нечего камера давайте посмотрим на камеру но опять же это так судить при большом количестве софтбоксов на той камере ну вот я не вижу да может быть она и есть это надо в лоб в лоб сравнивать снимки под кропом под дневным освещением вот так вот снимает улучшенная 8 мегапиксельная камера 2 мегапиксельная передняя это только так для скайпа может быть это 2 мегапикселя не стоит ставить что хотелось бы сказать и пожелать компании micromax она делает неплохие она компания ими виду делает неплохие смартфоны смартфоны заслуживает своего внимания они найдут своего покупателя то есть русским пользователям нравится покупать смартфоны micromax и вот такие вот компании как микромакс хайскрин они же все делают конечно же все это дело в китае как и в принципе apple делает все в китае но они делают это все для конечного пользователя который не хочет разбираться во всех этих интернет заказах и каких-то там мутках непосредственно ожидании каком-то делаю бесплатную доставку по россии но проблема лишь в одном проблема в том что компания пытается заработать чуть больше денег чем она допустим могла бы заработать если бы улучшила технические характеристики хотя компания micromax ставит сюда хорошие процессора компании qualcomm чтобы поддерживать но в принципе да в принципе наверное у меня все то есть смартфон внешне мне понравился стоит он свои семь семь тысяч девятьсот девяносто рублей ну да наверное стоит мне понравилась расцветочка мне понравилось точнее я немножко удивило мне такое строение крышечки кому порекомендовать я уже сказал поэтому наверное на этом все рели до этого момента как всегда пасхалочка если досмотрел до этих слов напиши об этом в комментариях что я досмотрел я молодец я это прочту обязательно вам отвечу и все будут счастливы все будет лопать в ладошку еще раз спасибо что досмотрели подписывайтесь на нас в социальных сетях мы есть в твиттере в инстаграме контакте ссылки как всегда в описании ссылочка на товар тоже будет в описании приобретайте дарите своим близким бабушкам детям друзьям тем кто никогда не пользовался смартфонами дарите смартфоны и если этот смартфон стоит недорого это еще лучше для вас большое спасибо конечно же кстати пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того чтобы экономить на своих покупках в интернете сейчас там есть действительно порядка 100 с лишним предложений на действительно неплохие скидочки в интернете загляните может быть что-то вам понравится совсем скоро увидимся всего доброго пока пока и